Продолжение следует... 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 Во время рейсов в 1988 году он впервые предложил этот проект на заседании ЮНЕСКО, и он не сразу был поддержан, но уже первые рейсы показали, какое огромное значение в подготовке молодых геологов, молодых специалистов в этой области морской геологии имеет значение вот такие рейсы. И вот, как я уже сказал, более тысячи студентов из 30 стран мира в этих образовательных программах принимают участие. В течение 20 лет под руководством международного коллектива европейских ученых, конечно, при ведущей роли Московского университета и наших исследователей, вот молодые участники этих рейсов обучались работе в море. Было сделано немало открытий, во многом определивших развитие морской геологии. К ним относятся и находки газогидратов на континентальных склонах и в морях, открытие карбонатных гор, глубоководных грязевых вулканов, предвестников нефтегазовых месторождений, которые выносят фрагменты мантийных пород, теряя других важных результатов, полученных во время этих экспедиций. В последующие 7 лет, особенно в последние десятилетия, рейсы плавучего университета были в основном посвящены изучению экологии, строению и составу пород на дне уникального озера Байкал. Все последние годы эти рейсы организуются и проходят под руководством доцента нашего факультета Егора Григорьевича Ахманова, нынешнего руководителя программы Training for Research, вот этой программы TTR сокращенно, и директора центра МГУ ЮНЕСКО. Я бы особо хотел сказать об экспедиции этого года на судне академик Николай Страхов в Баренцевом море. На его борту студенты и преподаватели биологического факультета проводили исследования в рамках вот этого проекта Training for Research, образования через исследования на арктическом шельфе. Целью экспедиции было изучение ледниковых отложений в северо-западной части Баренцевого моря, определение концентрации флюидов и органического вещества в донных осадках, а также ряд других научных вопросов. Состоявшаяся большая экспедиция была первой за последние 9 лет по программе обучения через исследования. В этом году из-за пандемии отменилась международная часть, но вместе с ее руководством мы верим, что в будущем мы вновь вернемся к ее интернациональному формату. Ведь без оптимизма и веры в успех в море делать нечего. Позвольте выразить надежду, что впереди у программы обучения через исследования много новых рейсов, много новых открытий, а участникам конференции хочу пожелать успешной и продуктивной работы. Спасибо. Дорогие коллеги, поздравляю вас с открытием 9-й научно-практической конференции «Морские исследования и образования Морис ЕДУ-2020». Вот уже 9-й раз наша встреча собрала ведущих молодых ученых и преподавателей в области океанологии, гидрологии, суши, морской геологии, биологии, национального использования ресурсов морей, подводного культурного наследия. Программа конференции как никогда обширна. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, это и 9 секций, и круглые столы, и семинары, и даже международные сессии. Я благодарен всем организаторам конференции, и координатору Центра морских исследований МГУ, и Института океанологии Мнишершова-РА, и Учебно-научному центру ЮНЕСКО МГУ, Беломорской биологической станции, и профильному факультету Московского университета, и, конечно же, Российского фонда фундаментальных исследований за финансовую помощь в организации этой конференции. Очень надеюсь, что участие в конференции поможет выбрать всем участникам правильный маршрут к расследованию океана. Еще раз утвердиться в правильности выбора своей профессии, никогда в ней не разочаровываться. Желаю всем вам крепкого здоровья, научных открытий и 7 футов под кинем. Успехов вам! Дорогие друзья, коллеги, мне очень приятно выступить на открытии конференции по морским исследованиям и морскому образованию. Это очень важная площадка для биологов, геологов, экологов, географов и морских физиков, скажем так, физиков моря. Наша конференция уже имеет свою историю. Прошло 7 лет с первой конференции, и мы очень серьезно выросли за эти годы. Если на первой конференции было около 30 участников, то сегодня больше 500 участников из разных городов России, нашей необъятной России. Думаю, что есть и представители, несмотря на пандемию, из-за рубежа. Само название конференции очень символично. Исследование и образование. Это правильный университетский подход. Не может быть хорошего образования без исследований. Именно так молодые люди получают компетенции, необходимые для работы на переднем крае науки. Тема конференции, важнейшая для России. Наша страна – это морская держава с огромным морским побережьем. И для страны крайне важны вопросы и биологических ресурсов морей, и ресурсов геологических, минеральных ресурсов. Все эти вопросы будут обсуждаться здесь. Я абсолютно убежден, что одно из важнейших направлений работ для обеспечения устойчивого развития страны, да и вообще цивилизации земной, это освоение бесконечных, огромных ресурсов морей и океанов. Я желаю большого успеха конференции. Успехов вам! Добрый день! Меня зовут Михаил Токарев. Я служу на геологическом факультете Московского государственного университета. В этом году я председатель программного комитета и хочу вам рассказать о том, что нас ожидает. Ну, в понедельник, соответственно, вас ожидает довольно широкая программа. Здесь и круглый столб по морским инновационным технологиям, и по арктическим экспедициям, по изучению морских млекопитающих, и очень интересная сессия, посвященная шеллу газ, природный газ и газовый гидрат в морских отложениях. Ну, и почти в полный день, как бы, вместе с тендовой секцией занимает гидрология. На следующий день, во вторник, наши основные, можно сказать, игроки морской биологии, морская геологии будут, соответственно, проходить в зале, в большом и малом зале нашей конференции. Я традиционно их называю большой и малый зал. Только сейчас понял, что это шутка. У нас все залы теперь большие. Ну, и в третьем зале конференции будут проходить сессии по изучению подводного культурного наследия. И будет круглый стол, очень близкий мне, в силу моих интересов, по выделению и картографии донных сообществ в рамках морской биологии. В среду продолжит работу морские биологи, и будет стендовая секция морских биологов. Впрочем, у морских биологов также целый день работы и стендовые секции. Хочу сказать, что стендовые секции, конечно, они тоже онлайн. Вы можете ознакомиться со стендами. И во время обозначенной стендовой секции, как слушатели, могут задавать вопросы авторам. Авторы в течение пяти минут могут ответить, делать какие-то дополнения к своей презентации. Ну, и океанологи будут работать в третьем зале. У них стендовая секция особенно большая. Но там будут пятиминутные сообщения и, соответственно, ответы на вопросы. В четверг будет семинар, посвященный геологии крупных озер. Начнет работать секция по геофизике. Особенно много у нас исследований в Белом и Баренце море будут представлены. Будет реализована секция по рациональному природопользованию. Ну, и, конечно, важный вопрос в рамках этой секции – это обсуждение морских и приборских особоохранениях природных территорий. И в этот же день пройдет, будут продемонстрированы научно-образовательные, научно-популярные фильмы. Вот, там надо будет высказаться о том, кто из них вам понравился, кто меньше понравился. И в конце дня мы соберемся и расскажем, обобщим от всех секций, что у нас получилось, что не получилось, какие лучшие доклады были. Ну, и, соответственно, выделим среди молодых участников, представляющих стендовые доклады, лучшие доклады. В пятницу будет реализована наша особо активная международная часть. Она связана, конечно, с начинающейся в следующем году декабрь и десятилетие ООН по морским наукам. Пройдет круглый стол по обсуждению вопросов морских стационаров. Вы знаете, они должны были собраться очно в этом году, мы ожидали представителей, там более чем 100 морских стационаров из всего мира. Но пройдет пока заочно. Это будет интересно познакомиться и с направлением работы, и с тем, что творится у них. Соответственно, русско-британские, возможно, значит, совместная секция по подготовке морских испытаний в Арктике. В основном они имеют биологическую направленность, да, и, значит, по биоразнообразию, и по биохимии. И там будут выступать люди, которые сильно в это вовлечены. Присоединяйтесь, вы узнаете о планах этого. Ну и отдельные специальные секции посвящены морским обрастателям, да, вот возможности этих исследовательских. Но на самом деле наша конференция уже начала работу в субботу, 24 октября, в день рождения Михаила Константиновича Иванова. Мы собрались в Zoom, и нам было очень важно собраться вместе, увидеть друг друга, вспомнить этого великого поистине человека, который в совершенно нелегкие годы в конце, значит, советского времени задумался о необходимости совместных рейсов и вовлечения студентов в серьезные исследования. И вот его усилия, усилия Григорьевича Трофимова, тогда Алексея Сузюмова, наших представителей в Генесске, и, конечно, партнеров зарубежных, был порожден программой плавучи университета, Латинка-Университета, Трейдингс-Руисеоч, который в течение совершил 18 экспедиций при жизни Михаила Константиновича, обучил тысячу специалистов, которые сейчас в Европе в различных университетах занимают ведущие позиции, как исследователи. За все это время было, вы видите, какое количество участков, помеченным красным, было вовлечено в изучение комплексное, хотя прежде всего морской геологией, геофизикой. И каждый раз в результаты годового цикла такого обучения, потому что он включает в себя полевой этап, камеральные, подготовки научных статей, они обсуждались на пост-круис-митингах. Ну и, собственно, наша конференция «Обучение через исследования» – это некий наследник этих пост-круис-митингов. Они начались тогда же, в 2012 году, когда Михаил Константинович покинул наш земной мир. И мы продолжаем придерживаться этих традиций. Нам очень важно, чтобы во время этой конференции вы общались друг с другом, даже пусть виртуально, задумывали новые проекты, находили партнеров, как научных, как индустриальных, помогали организовывать практики для студентов, приглашать и организовать совместные курсы. Вот это все, как единые комплексные морские исследования, есть цель нашей конференции, для того, чтобы успели, даже думая о заявках следующего года, подать их, дополнив тех возможностей, которые появились в связи с выслушанными докладами. Ну и я, конечно, очень рад сообщить, что после длительного перерыва, после 11-го полевого года, полевого сезона, в этом году при поддержке Академии наук, на судах Академии наук состоялось 19-й рейс обучения через исследования под руководством Григория Ахманова. В северной части Баренцевого моря были получены замечательные результаты, связанные с процессами, связанными с ледниками, отложениями, связанными с этими процессами оледенения. И более 20 студентов из различных организаций совместно работали, сейчас активно работают и будут представлены в рамках стендовых и устных докладов, уже предварительные результаты этих экспедиций. Надо заметить, что очень важно, что, собственно, и этот проект родился из совместного геолого-биологической активности, который обсуждали в далеком 1989 году на столь любимой нами Беломорской биостанции МГУ. И в 90-е годы, когда на биостанции совсем было трудно работать, то в это время плавучий университет являлся таким очень важным выходом для ученых, занимающихся, и студентов, прежде всего, занимающихся морскими исследованиями в рамках Московского университета. Это был единственный большой проект. И усилиями Михаила Константиновича он родился, расширился, завоевал очень высокие позиции. Мы сейчас только возвращаемся к тому уровню международного сотрудничества, который был сделан Михаилом Константиновичем. И поэтому мы, имея опыт такого сотрудничества, довольно смело смотрим в следующее десятилетие. Нам очень интересно попробовать продлить новые программы, поддержать старые программы, существующие, развить их в рамках десятилетия наук о земле, предложенных организаций объединенных наций. Ну и заканчивая этот рассказ, я некую техническую заметку, поскольку это первая конференция онлайн, уж не судите строго, если что-то будет не так. При этом я призываю и участников конференции, и модераторов очень жестко придерживаться графику. Онлайн мы имеем возможность переключаться на отдельные доклады, которые нам интересны в различных секциях. Поэтому время должно быть соблюдаться неукоснительно. Вот, наверное, при всем высоком уровне докладов, а в этом году у нас 200 устных и 120 стендовых докладов и более 700 участников, а хочу сказать, что в 2012 году, в 2013 году мы начинали со 100 участников, в прошлом году перевалили за половину тысячи, а сейчас, как вы видите, выросли еще больше. При таком большом количестве докладов действительно будет довольно трудно, но я очень благодарен людям, которые занимаются организацией, которые сумели в короткие сроки перестроиться на онлайн-конференции. Пожелаю всем нам удачи, интересных докладов и хороших результатов. Хорошего дня сегодня. Всего доброго. Будьте здоровы, внимательны и вовремя делайте свои доклады. Спасибо. 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 Спасибо.